Отец Дженни – большой фанат спорта. Времени на игры с дочерью совсем не остается. Отцу проще складить докучливую Дженни на ее брата и спокойно досмотреть свой матч. Старшему брату да сестры тоже нет никакого дела. Его страсть – видеоигры. И приставания младшей сестренки очень не кстати. Никто не хочет играть с Дженни. Даже милый попрыгунчик. Вот бы у Дженни была своя комната. Маленькой принцессе нужно королевство. И похоже, Дженни его нашла. Откуда здесь эта комната? Дженни ее не видела раньше. Вот это сюрприз! Лучше никому о ней не говорить. Наконец-то отец Дженни заметил, что она давненько не мелькала перед глазами. А Ник заигрался в приставку и решил, что сестра попросту уснула. Дженни никогда не засыпала без скандалов и сказки. Но это ни у кого не вызвало подозрений. Она не захотела играть с Ником, и тут он напрягся. Сестры нет. Она пропала. И ответственность легла на Ника. Ему придется ее найти, где бы она ни была. Либо сделать так, чтобы никто не заметил пропажи. Ник сделал точную копию Дженни. По крайней мере, ему так казалось. А сама сестра утром найдется. Удивительно, но этот трюк сработал. Тем временем, Дженни в своей новой комнате подмерзла. Согреть ее сможет только одеяло. Одеяло брата. Он так много подшучивал над ней. Пришло время нанести ответный удар. Ему идут усы. Не зря он о них мечтал. Новоселье Дженни решила отметить громкой музыкой и веселой песенкой. Она совсем забыла о своих соседях, которые услышали шум. Дженни на кураже рискует быть разоблаченной, так и не успев насладиться собственной комнатой. Папа и браты столковали шум неправильно. Воображение порой создает веселые картинки в нашей голове. Так, ради развлечения. Завтрак – один из самых важных приемов пищи. Мику придется съесть аж две порции, чтобы папа не заметил пропажу сестры. Теперь он сыт и полон энергии для нового дня в школе. А Дженни останется голодной, только если папа не поделится с ней своей порцией. Он наверняка даже не заметит и решит, что съел свой завтрак сам. Ладно, придется идти на работу голодным. Карманные деньги на неделю папа всегда оставляет на тумбочке. Какой же большой соблазн у Ника взять деньги Дженни. Ей придется вмешаться и изобразить голос совести. У самого-то ее никогда не было. Поэтому он скорее примет ее за призрака. Призраков он боится больше всего. Дженни решила высушить волосы феном. Она включила его на полную мощность. Диван папы вдруг решил, что он – ракета НАСА, а сам папа – астронавт. Главное, что посадка была мягкой. К Дженни приходила подруга поиграть и чуть не разоблачила ее. Она сумела выкрутиться и вспомнила, что не забрала назад рубашку, которую когда-то давала Дженни. Но Ник уже заинтересовался шкафом. Вернее, его содержимом. Он всегда мечтал попробовать себя в роли червидерши, но стеснялся. А зря. Теперь весь чат школы узнает, насколько он хорош в этом деле. Включать технику на полную Дженни научилась именно от папы. Но зато уборка и быстрее, и качественней. Такой мощный пылесос высосит и Дженни, и всю ее комнату наружу. Ну вот, похоже, пылесос уже обсосал что-то большое и забился. Фух, это ее брат. Все хорошо. Наконец-то папа заметил пропажу дочери. Нику здорово достанется за сокрытие. Но сперва придется раздать листовки и найти ее. Обеспокоенный Ник начал поиски со школы, ведь в журнале ее отмечали всю неделю. Значит, она где-то здесь есть. Ему уже начала мерещиться Дженни повсюду. Но вместо сестру Ник нашел неприятности от капитана футбольной команды. Отчаявшийся отец с братом обратились в полицию и поделились своим несчастьем в подробностях. Добрый полицейский облегчил боль утраты прекрасным портретом, которым красит гостиную. Это, конечно, хорошо, но они рассчитывали на другое. Кто бы мог подумать, что они так будут горевать о доставучей Дженни. Оказывается, у них так много ярких воспоминаний, связанных с ней. Дженни случайно увидела листовки и как рыдают главные мужчины в ее жизни. Зрелище не для слабонервных. Придется сдаваться. Оказывается, они так сильно ее любят. А вот папа сомневается, что они нашли ту, которую искали. С папами всегда так. Дженни решила показать семье свою тайную комнату. Странно, что предыдущий хозяин дома ничего о ней не говорил. Новое пространство озадачило парней. Похоже, у них есть на комнату свои планы. Ну, конечно, эти варвары превратили комнату Дженни в мужское логово. Никогда нельзя раскрывать свои секреты парням. А как была бы обустроена твоя тайная комната? Напиши в комментариях. Малышки Люси нигде нет. Саммер начала переживать. С другой стороны, она всегда хорошо пряталась. Придется пойти на хитрость. Помнится, Люси не оставит пример без решения. Меньше минуты понадобится Саммер, чтобы разоблачить младшую сестру. Попалась! Минуточку. Это же мама ругает старшую за то, что та сама не решила простой пример. Мама еще не в курсе, что Люси пропала. И лучше бы Саммер ей не говорила. Отец настолько занят любимой игрой, что даже сегодняшний неудобный диван не помеха, чтобы победить в игровом матче. А мама в панике. Нужно срочно искать Люси. Поисковая операция тут же увенчалась успехом. Папа нашел какого-то мальчика. Где он вообще его взял? Неужели он не знает, как выглядит его родная дочь? Это ведь явно не Люси. А папе все равно, кого он нашел. Похоже, он все еще думает о миссии в игре. Найденного мальчика придется вернуть на место. Но где же малышка Люси? Мама уже сходит с ума. Снова этот мальчик. С папой мало толку в поисках. А это еще кто? Мужчина потерял сына. Это по всему району пропадают дети. Да уж, отцы совсем не умеют искать. Им бы только в приставку поиграть. Саммер нашла дневник Люси и прямо сейчас его прочтет. Странно, она не выходит. А вот и ключик от ее дневника. Саммер сейчас узнает все заветные секретики Люси. Что-то тут и близко нет секретиков. А вот что-то есть. Это одни из воспоминаний Люси, о которых она писала. Саммер замаскировалась под любимые вкусняшки Люси маршмеллоу. Пока Люси не видно, только уборщик. Похоже, он заметил ее. Эй, мистер уборщик, это не мусор, это сестра Люси. Главное, носить свои очки он стесняется, а то, что он уборщик, вообще нет. Неловкую ситуацию всегда можно исправить поджаренным маршмеллоу. Чтобы Саммер и мама не плакали и немного отвлеклись, папа притащил домой очень милую замену. Это, конечно, не Люси, но мама и Саммер ненадолго отвлеклись от грусти. Возможно, новый друг поможет найти малышку Люси. След взят. Неужели это сработает? Надежда только на чудо. Четвероногий друг заставил папу побегать. Похоже, они все-таки что-то нашли. И кто же из этих парней Люси? Точно нездоровенный мужик. И в PlayStation она не умеет играть. Этот мальчик не похож на нее. Собака не могла ошибиться. Разве что его жилетка только похожа на ту, что у дочери. Но раз уж Джексон здесь, почему бы не присоединиться к командной игре? Ох уж это привязанность к видеоиграм. Саммер пытается найти хоть какие-то зацепки в дневнике Люси. Вот фото ее первых завязанных шнурков. Старшая хорошо помнит этот день, ведь это первый пранк со шнурками над Люси. Воспоминания заставили Саммер только больше грустить. Упс. Что? Чьих это рук дело? Как это могло произойти? Люси где-то в доме? Вся семья дружно переворачивает квартиру вверх ногами. Отец что-то увидел. Такой же зонтик был у его потерянной дочери. Нужно срочно привезти ее в дом. Папа уверен, что спешить не стоит. Зачем спускаться, когда есть удочка? Это профессиональный спиннинг. Однажды папа поймал им белого кита, но он в последний момент сорвался, и этого никто не видел. Зато, как он затащил в дом на леске девушку с улицы, видели все. У нее просто такой же зонтик, как у Люси. Ошибочка вышла. Лучше через дверь все-таки. А зонтик Люси лежит на своем месте. Неловко получилось с этой девушкой. Для поисков Люси задействованы все самые современные средства. Поиски не прекращаются ни на секунду. Люси сейчас где-то совсем одна, и ей страшно. Остается только надеяться и делать все, чтобы ее найти. Усердней всех ищет папа. Он что-то нашел. Неужели это Люси? Нет, это всего-навсего блин от его гантели, который он потерял еще полгода назад. Странно, но гантели он тоже называет Люси, ведь они весят одинаково. Саммер отчаянно ищет подсказки в дневнике сестренки. Младшая любила играть у мамы на работе. Нужно бы и там поискать, только старшей кажется, что она что-то нашла, как тут же оказывается, что это ложный след. Кто-то безуспешно пытается войти. Может, это она? У Саммер нет сомнений, что это Люси. К сожалению, это не так. Поиски Люси утомили всю семью. Им следует набраться сил для дальнейших поисков. Этого не может быть! Сама Люси! Скорее просыпайтесь! Они слишком много сил потратили. Для младшей это возможность их пранковать. Заодно и разбудить. Игра не окончена! Ищите! Они такие смешные! Комнату Люси следует хорошенько обыскать. Хм, а что это за домик принцессы? Саммер его не замечала ранее. А внутри довольно просторно. Наверное, удачно подобран цвет стен. Здесь точно кто-то есть. Но кто это? это Люси. Но на планшете. Все так вовлечены в поиски младшей сестры, что даже забыли позавтракать. И более того, не замечают саму причину поисков. Ну что ж, значит, время завтракать, Люси. это завтрак победителя. Как в нее помещается столько еды? Ах, да это же пирожные. Для них у Люси место всегда найдется. Не забываем запить и вовремя убежать. Наконец-то они решились на завтрак, но его уже нет совсем. Без сомнений, все обвиняют папу. Папа решил искать там, где никто не догадается искать. Ну а вдруг? Что-то подозрительное в раковине. Сейчас нельзя отвергать варианты. Все может быть, Люси лучше в прятках. Неужели это Хаги-Ваги ее туда затащил? Нет? Это всего лишь сантехник. Заодно ищут зачистку трубы. Отец опять поймал не ту рыбку. Что? Саммер нашла кроссовок. А да, это сантехника. Все сходится. Саммер скучает по сестре. Люси очень ее любила. Она не в силах удержать слезы. Вот же запись о том, где она спрячется. Но Саммер намочила весь дневник своими слезами. Ничего не разобрать. Семья Люси совсем отчаялась. Но какой же неудобный диван в последнее время. Теперь родные идут на крайние меры. Вызывают 911. Минуточку. Мама нашла очки Люси. Может она где-то здесь? Ну конечно. Они не смотрели под диваном. Вот же она. Спит малышка. Вот почему на диване сегодня было так неудобно сидеть. Под ним пряталась маленькая проныра. Наконец-то вся семейка в сборе. и лучшее воссоединение это посмотреть. Однажды Монике, что работала обычной горничной, несказанно повезло. Хозяева дома уехали в отпуск. И долго не думая, она перевезла в дом свое семейство. Так волею судьбы небогатая семья получила доступ к богатствам. Моника очень быстро стала чувствовать себя хозяйкой в чужом доме. Доступ к дорогим штукам скружил бывшей горничной голову. Так случилось со странным флаконом, который Моника приняла за парфюм. Впрочем, не одна только Моника. Ее муж, не стесняясь, пролил на себя содержимое флакона. Аромат был действительно хорош. Однако к моменту, когда флакон попал в руки Кэрри, он уже был пуст. И Кэролин на самом деле повезло. Ведь на самом деле это дорогое средство от тараканов. Моника безумная фанатка дешевых мелодрам. Она каждый раз тяжело переживает за любимых героев. На этот раз ее любимый телевампир Таниэлла отверг героиню. Слез фанатки было так много, что Майкл ясно понял, если он не успокоит жену, особняк смоет волной слез. Но в этот раз у Майкла были деньги. Он пошел простым путем и заплатил продюсеру сериала, Таниэлла и Манекинья должны быть вместе. Кажется, продюсер уже признает, что Таниэлла погорячился. Спустя час по телевизору уже крутили новую серию, в которой Таниэлла признался Манекинья в любви. Ну, как тебе такая история? В твоей семье происходило что-то подобное? Поделись своей историей в комментарии и твой комментарий может воплотиться на Трум-трум-трик.